пять или шесть лет ничего не зарабатывать не воспринимаю информацию с экрана монитора рака так а там типа вот и он говорит попробуй все что ты играешь пропеть номинально под метроном круто те люди сыграет музыки нет после твоего ухода из ногу село много всего нет хитов это не мега хиты но эти песни хорошо покрутились на радиостанциях да ну это да мне в интервью спрашивали я говорю я всегда за статистику статистика очень тонкая наука вот статистика говорит о том что последний хит группы много слов к сожалению это был хит эта песня назывался на идем на восток с альбом 2005 года это последний альбом на котором я присутствовал собственно записи вот больше хитов не было это хит хитом идем на восток стала просто из-за фильма турецкий гамбит первый канал извините здесь не поспорить здесь любое стало бы хитом все остальные треки я не берусь судить честно я услышал их через несколько лет после того как это львов вышел просто на тот момент в группе была настолько нервная атмосфера что честно я приехал записал барабанные партии под клик максимума не было он постоянно был где-то вновь не ту звезда он был занят и собственно это нормально я ничего против не имею но все-таки когда мы говорим о музыке мы говорим о неких а тонких материй которые потрогать нельзя вот и вот эта химия которая создается в коллективном творчестве ее ничем не заменишь клика и не заменит и через несколько лет я сидящий дома перебирал компак диски нашел запечатанную пластинку я включил я послушал я могу сказать сразу что этому это мертвичина но для меня я это называю мертвичины потому что звуки есть толку нет а группах типа чаев да где все друзья и все вместе до конца и ногу свело например где остался только один макс почему так происходит и если все начинают как друзья почему потом дальнейшем происходит все таки развод но здесь можно поговорить об вижу испытание библейское огонь и воды и медные трубы собственно шоу-бизнес медные трубы вот не все проходят испытания кукушку сносит просто практически всем это нормально к этому к этому постепенно привыкаешь вот но есть люди которые в какой-то момент могут одернуться и сами все сказать так я ушел как бы с этой дороги свернул и свернул не туда дорога то вот она я по ней должен идти но чем-то эта дорога вот сбоку нравится больше поэтому она заставляет людей себя вести определенным образом чаев они молодцы я мы неоднократно общались не нравится мне немножко напоминает такое вот ребята с нашего двора или как это армейского дружба вот мне кажется я не знаю я но со стороны кажется что так вот и это для меня достойно уважение потому что люди не предают друг друга вот предательство в других коллективах в особенно в поп коллективов там достаточно у нас не получилось наверное отчасти из-за того что у нас поменялся статус мы перестали быть просто музыкантами просто ребятами или там молодыми людьми мужчинами макс стал совсем звездой понятно первый канал и я не последний герой все-таки два раза туда ездил поднялся на мега вершину по медийной своей популярности вот его реально на на улице сложно ходить и все понимаю вот я как-то все-таки за музыку есть деньги или нет не музыкантами вот а там там же другие процессы в голове происходит там меняется система ценностей она очень сильно зависит от того как ты выглядишь как ты пришел уважительно ты общаешься нет ты общаешься со мной с учетом моих денег ты знаешь ли ты почему все эти цацки все вот это бурлеск на звездах как наверно на восточных женщинах то есть это все мое вы должны значит хорошо да конечно я думаю что есть только одно это это деньги и это тщеславие гордыни вот она портит практически все к сожалению и очень сложно и больно было наблюдать как разваливались проекты крутейший когда вот работающий механизм ведь что такое музыкальный коллектив музыкальной группы это механизм с очень как часовой очень тонкие детальки они маленькие их много лет накручиваешь приведешь чтобы это заработало мы снова с его прежде чем заработать какие-то деньги пять или шесть лет ничего не зарабатывать лишь мы пять или шесть лет запускали эту машину и мы ее растолкали да она завелась толкача стартеры не было аккумулятора неба поехал один вот это тоже нормальная ситуация толкнули машину чувак поехал но она машина можно заглохнуть и тебе придется искать опять того кто тебя толкнет либо сидеть в этой машине и сейчас макс вернется обратно на путь и позовет тебя воссоздать коллектив в том я не даю я думал что возможно потому что просто абстрагируйся представьте согласился значит из природного любопытства может быть но я знаю просто одно у нас вот химия между нами она исчезла очень важно общаться музыкантов без обидников ты как муж с женой голые в постели это секс и когда секс исчезает когда ты уже общаясь с человеком с кучей оговорок потому что много лет не общались что было это или было то ну какой здесь хочется последний раз мы созванивались когда мы расставались это было 31 июля 2007 года вот и несколько лет назад у нас возникли терки по отчислениям за продажи наших альбомов просто максимовых продается но деньги почему-то не платит поэтому как-то меня это немножко задело заживую то есть человек зарабатывает деньги но почему-то мне их не дает хотя зарабатывать на том что созданы вместе вот я соответственно я с ним связался мы за сутки проговорили примерно у нас будут пять звонков созвонов вот мы не пришли никакому консенсусу и больше не так я думаю что это общение как бы она наверное ни ему ни мне не нужно вот мы уже чужие люди мы живем в разных вселенных но для того что общаться максиму надо будет что-то серьезно продумайте себя в голове ну либо все стоит как есть немного поговорим о проекте drivers плюс и ты ознакомился с нашим каналом да я как тебе идея расскажи идея крутейшая потому что я не знаю таких вот узконаправленных каналов которые сосредоточивается внимание на чем-то конкретным тем более барабанах у нас же одна девушка известная сказал что барабанщик друг музыканта вот мне кажется если бы она сказала эту дэннису чемберсу или дэйву вейклу там стив гаду то он тут же получил в табло здесь отчасти тоже я человек не толерантный и не демократичный я всем своим друзьям барабанщикам и не друзьям просто хочу сказать одну вещь к сожалению нашей стране считается что и музыкант это не профессия а барабанщик какой-то дятел который что-то там долбит так каждый может нет конечно же не так без барабана все говно все говно а как тебе идея вообще гру в караоке того что у нас барабанщик выходит все-таки на аванс сцену и может раскрыть себя в любых стилях для меня эта идея была очень неожиданная когда мы связались я просто посмотрел видео я понял что мне было бы конечно интересно посмотреть как исполняют мои любимые песни мой любимый барабанщик вот может быть посмотреть какие-то тонкости я думаю что здесь клево было бы и что если это был бы шоу все-таки вот живьем когда ты живем к ты видишь человека вот и там под какую-то фонограмму лучше что-то исполняет но опять я не интернет человек я я не могу я не воспринимаю информацию с экрана монитора только живу когда человек рядом берет палки да это касается кино чего угодно я не могу смотреть в компьютере но это вот я же работал киномехаником я крутил кино во вгике вот наверное это оттуда идея очень клевая я бы с удовольствием его вот посмотрел именно живьем и как раз даже для всех этих барабанщиков молодых особенно я бы ему рекомендовал бы именно ходить живьем смотреть чтобы они именно чувствовали этот драйв чтобы не чувствует мощь потому что youtube не может передать иногда ураган этих эмоций то что можно по барабану и слабый посильнее ударить вот получим разные темпры но давление которое живьем никакими микрофон не передается сам бы хотя бы принять участие в нашем фестивале как музыка вчера обсуждал с друзьями эту тему и как это ни странно не парадоксально наверно да в жизни мне когда вот этап есть какой-то я его прохожу и я потом это складываю я больше не возвращаюсь никогда это ну это принципиальная позиция то есть все это закончился я я это пережил и я пошел дальше чтобы не защитить за собой но вот в этой ситуации наверное да и наверное я даже бы знаешь как я буду миссишка посидел бы даже форму установил сейчас нет никакой формы если 2021 году все-таки с ним все это бои можно будет реально я надеюсь что это идиотизм закончится когда-нибудь сюда и мракобесия флайн мы тебя сразу же предупреждаем мы наша сцена открыта для тебя и 2021 году мы тебя ждем но только я сыграю те песни которые мне нравятся я сыграю песни любимые песни из творчества я много лет уже получается сколько 28 лет не покидает вот это ощущение недосказанности мне очень хотелось сыграть одну песню которому я никогда не играли на концертах здесь она бараньи опера это самая любимая песня из всего творчества группа носил я не знаю почему может просто там степень идиотизма она зашкаливает но этот идиотизм вот вот в нем вот мы все были это и мало кто знает эту песню вот я бы сыграл она очень сложная кого из коллег барабайчиков ты бы посоветовал к нам в проект вот хотел бы увидеть их на спать мне кажется паши кузину есть что рассказать уже рассказал да конечно с пашкой давно не собрались у нас очень хорошие отношениям это дружили и он тоже за звукорежиссер занимается он у нас никто не знает но в группе много слов он был звукорежиссером на концертах когда он не работал браво очень круто на самом деле повлиял на моё звукоизвещение по хай хэту одной одной фразы был концерт в саду эрмитаж он нас рулил звуком после концерта подходит говорит антон очень пережимаешь хэт есть вот именно это сделала так что я научился играть правильно по хай хэту вот вот одна фраза по пашкин вот какие еще барабанщики конечно дима фролов который работает сын на желанный есть барабанщик я примут наверное черный завистью завидую илья липатов я живем кучу барабанщиков я пришел на концерт не помню с кем сын и желанно помню тоже работают они меняются периодически просто дима фролов он в группе мельницы еще вот основной барабанщик вот и липатов замочил просто соло я слышал дэйв вейкла живьем много кого слышал но чтобы так круто я очень рекомендую человек свободно играющий все он недавно выложил видео своей интерпретации рюмки водки на столе чувак зажег просто есть люди респект если возможно то хэн но я не знаю насколько он сейчас работоспособен но я не знаю ну когда он в форме то это надо слышать я помню тогда появились титановые палки то есть такие палки с титаном сердечником они накручивается конструкция он умудрился ее сломать то есть там звук извлечения сумасшедший мы с отчасти с хэном как-то пересеклись как ни странно в магазине м-видео я покупал магнитолу для своей машины и там зашел хэн и вы так с ним как-то пообщались и он мне рассказал как он играет бреки вот он их всех проговаривает словами рака так а там типа вот и он говорит попробуй все что ты играешь пропеть и я с тех пор уже не могу от этого избавиться то есть до любой брэк даже даже если там один двойной удар по том играешь там или играешь и номер с этим и вот эта смачность она остается это очень круто это приму то рекомендую всем вот барабанщиков еще но прежде я не знаю насколько интересно просто было бы скажем так старую гвардию потому что ну сейчас же все-таки другое поколение я я за то что на сцене были молоды я бы река рекомендовал еще из молодых миша студеницын он играл в тесла бой сейчас он салованом работает миша записывал здесь учиться три альбом записал лван марсель и все это они вот и я когда услышал как миша играет мне просто захотелось ему вот помочь чем угодно что это еще зазвучал еще жирнее ем какие-то тарелки свои давал там вот вместе много работа здесь над звуком он очень музыкальный хотя потому что большинство барабанщиков к сожалению это такие люди которые все время я на них смотрю на них все выкладывают видео и ощущение что они сдают экзамен в лесенке вот а музыкальных барабанщиков я к сожалению знаю очень мало вот то есть номинально под метроном круто те люди сыграет музыки нету для мяса угона музыки ну и в продолжение нашего интервью мы его решили сделать необычным потому что мы сейчас потихонечку поиграем прям реально в живую поиграем песни целиком но самые ключевые интересные моменты из тех композиций которые мы все любим группы ногу свело я думаю что он там покажет разберем и конечно же если вспомнить самое главное да если свой почему потому что он часто признался сколько ты их играл для 20 точно больше ну вот так что вспоминаем вместе хорошо с чего я наверное для разгона попробую с композиции demoralization of love расскажи как записывали да я такую прям предысторию небольшой как это записывали но во первых записывали мы это во второй студии мосфильма на ленту это была первая в нашей жизни серьезная запись настолько серьезная студия вот мы хотели записать все реализовать все идеи но мы тогда не очень еще понимали как это все делается конкретно в этой песне с ним не был затык я записал за два прихода у меня почему-то в первую сессию не задалось у меня там постоянно играет играл в бочках этом и у меня почему-то то ли из-за не той обуви двойной удар в бочке был это просто бесило всех и меня в том числе я только на следующий день смог нормально записать вот но мне самое главное было сделать чтобы у нас работал некий помимо барабанов некий механизм я тогда еще не знал что существует сэмплеры и все это в общем делается спокойно на сэмплерах вот там песня начинается с того что играет бас-гитара и звучат в разных каналах тарелки поэтому я по ним бил и зажимал рук на все мне не хватало поэтому я пригласил игоря лопухина гитариста и он так вот стоял и мы договорились по каким тарелкам я бью чтобы он зажимал какие чтобы он не трогал тарелок было много и он каждый прихлопывал и мы сделали этот сэмпл и он через всю песню идет он добавляет конечно смачности но если бы ты была драм-машина может быть это был даже интересен сейчас мы уже это понятно не узнаем вот равно как и именно этот момент позволил мне в дальнейшем вообще-то очень часто использовать дело в том что когда убьешь по тарелке она же звучит долго она уже всем хочется быть оригинальным поэтому я периодически при записи какой-нибудь песни ставил ребят либо техников и они мне постоянно зажимали тарелки в куче это звучит как нормальный акцент только ты думаешь когда он успел то что ты не успеваешь как перехватить это все то что тебе еще играть надо вот но оригинальность это добавляла и вообще на тему оригинальность тогда много запаривался как сделать так чтобы тот же самый гру в которой играют все звучал только вот как будто это играешь на вот именно ты чтобы сразу было понятно что это то же самое только вот с изюминкой и я там морочился всякими полиритмиями сейчас это конечно смешно сейчас 15 летний барабанщик он уже такого уровня что мне стыдно сказать что я барабанщик потому что он играет в сотни раз круче чем я но опять же вернусь к тому что я человек групповой или меня самое главное это было создать какую-то музыку и взаимодействие именно с нашими ребятами музыкантами я попробую вспомнить делать я footed Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 я молодой вот тогда эффекта смотрелась конечно ты бьешь так вот к ты играешь так то у тебя мало маневра того чтобы замахнуться как следует а когда играешь так то ты можешь херачить вот так вот это всегда производила нужные действия на девушек и как бы проблем в этим не было вот плюс еще там я слушал там не так заметно но я называется уперся есть тоже испортил настроение всем мне еще важно было чтобы в куплете барабан восьмыми начал играть левый руками это не получалось поэтому опять же вынужден был перейти на это чтобы правой рукой я мог эти восьмушки дать и этого тоже мне было мало я понял что туда нужен второй хай-хет и там слышно что записано два хай-хета один слева другой справа больше я про эти песни сейчас ничего не помню вот а помню что там гитарный прорезь я репетирую я играл на гитаре и я как бы придумают нисходящие эти аккорды игорь потом гениально сыграл еще такая техника конечно позволяла мне выпендриваться играть потомом или махать технику чтобы он принес пивка вот потому что так это ну неудобно а так ты спокойно и конечно же когда уже появились мобильный телефон и смски то эта техника позволяла писать смс читать книжки журнал этом одновременно играя на концерте а Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 скучно и как-то заумно то я взял шейкер и это мне очень помогало на самом деле появился такой момент некого шоу о чем тоже надо надо заботиться чтобы на себя было приятно смотреть был смешной случай мы играли на каком-то празднике московского комсомольца в лужниках мы приехали с гастролей нас тут же на сцену лужников надо было сыграть там две или три песни одна из них была песня волки а после концерта мы тоже куда-то улетали на гастроли и у нас два техника саша косинов и саша литвиненко такие огромные двое зарца одинаковых с лица вот и я выхожу на сцену виктор уже начал играть вступление к песне волки я у меня лежат палки барабаны и здесь должен стоять шейкер вот я раз шейкера нету песня начинается я кричу саши город сами где шейкер он весь тут же вспотел у кот убежал несется ко мне и вкладывать мне в руку шейкер я начинаем трясти я не слышу звука и борося бутылка коньяка ну как их или нравится круглые ты понимаешь это было так смешно потому что все это съемка идет не бутылка коньяка вот такие моменты тоже бывали как переиграл так как как а потом я в ко второму куплету принес ее этом попробую какой-то джаз-рок вылить все это пушистка говно но не мое не умею так играть красиво как они они все умеют играть были моменты такие как-то приехали мы записывать мелодию из кинофильма кавказская пленница и в студии были то ли рваные томы то ли их вообще не было я сейчас не помню но бреки там должны были быть и еще делать непонятно игры секундочку убегая в машину притаскивать две канистры одну коричневую и коричневую другую зеленую мы поставили их это у нас были томами а в другую сессию также техники случайно совершенно забыли в студию привести хай-хэт песню записывать надо потому что нам вечером то ли играть только от улетать вот на базу можно не успеваем махнуться вот и как бы запись лучше не отменять вот я сел и увидел цинковое ведро мы с андреем пастернаков в сторону студии турны нашли место по которому надо бить и это стало хай-хэтом причем настолько хорошим хай-хэтом что я залазу вопрос подписчикам моего instagram типа ну что это за песни отгадайте никто так и не отгадал то есть это говорит о том что с хорошей выдумкой ежели не комплексовать то даже цинковое ведро будет звучать как дорогущий хай-хэ подросток с ульянов отличник и староста улянов отличник и староста ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ 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 Рисовал тебя, палкой на снегу На краю земли Субтитры подогнал «Симон» 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это очень суровое испытание, эта песня. Я скажу так, что я не представляю, как я играл раньше. Это физически очень слабо. Но я очень рад еще раз, что это сыграл. Спасибо вам большое. Надеюсь, никого не расстроил. Вот. Отнеситесь ко мне, может быть, где-то даже не сходите. Но я реально давно не играл. И реально... Ну, мне было это приятно. Пока. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА